доброе утро друзья понедельник где-то около 10 часов утра еду на работу дорога оживилась знаете вчера вот мы со светланой что утром что вечером вот ездили вот прям по этому самому месту знаете как было просто вот ну там может две машинки на всю эту дорогу народ попрятался то ли они футбол смотрели то ли чего не могу сказать но в общем явно связано с суперболом это кажется в общем страшное дело а сейчас вот как-то снова оживилась народ на работу едет все путем вот а мы поскольку ну можно сказать рабочий день у нас приключился вчера с тем что мы со светланой кафт делали эту трансляцию то есть я фактически с 9 до не соврать то ну до 3 да там с 9 до 3 то есть так нормально да практически рабочий день но там еще знаете интенсивности много так как-то вот что-то и истощился в том смысле что хочется немножко так отдохнуть и мозги не напрягать поэтому я не стал с утра распечатывать себе вопрос на дорожку а думаю так побалакаем о жизни такое ощущение что дождики прошли даже не знаю вот такой обычный вид такой самый обычный привычный вот круглый год вот так как вы сейчас видите вот такая легкая дымка солнышком зима однако сегодня февраль боюсь соврать что там какое число наверное 8 до наверное 8 февраля вот так вот и и живем если еще будут дождики то может быть не так интенсивно как шли все это время хотя надо сказать что даже когда они шли интенсивно совершенно не напрягало гораздо больше напрягает когда засуха и когда те говорят что травку поливать там не надо ну посмотрим так что ой смотрите как только вот понимаешь скажешь про дороги не нагружены часто спрашивают вот сколько мы едем вот мимо этого светофорчика там впереди столько раз там кто-то спросит а что за светофор то на ровном месте он на две полосочки в одну превращает видите вот он зеленый а там еще красный зеленый красный а давайте я пойду в более короткую вот их два видите они так асинхронно работают в противофазе синхронно но в противофазе один пропустил 2 пропустил другим пропустил с другой пропустил вот и мы становимся в одну полосочку я честно говоря никогда бы даже внимание не обратил если бы не вопросы наших зрителей так вот вроде едешь и едешь живешь и живешь друг тебя это это что думаешь действительно чё это вот тут вот такое странное да ну ребята поехали тут чё-то на мусорили смотри-ка сейчас должны прислать нарушителей правил дорожного движения они будут собирать да ты слушай никогда не подумаешь так вот вроде вдоль дороги на мусорен обычно едешь чисто сюда а здесь на тебе видите друзья нет как-то и нам солнце бывают пятна да я бы сказал что даже как-то может быть немножко лишнего на дороге тут могли бы и быстрее двигаться с учетом того что 10 утра видео которое я снимал на встрече со светланы к вот во время этой трансляции я сейчас его потихонечку буду резать на вопросики и так чтобы не как сказать не перегружать аудиторию то есть я не буду там делать их 5 или 10 людей я может быть буду делать по одному но максимум по 2 где-нибудь с такими вопросами которые ну относительно часто встречаются поэтому сколько-то мы сюжетиков там нарежем значит интересно получилось что шла съемка как бы тремя камерами одна камера была в лэптопе который стоял перед светланой это то что в ютюбе трансляция была это то что висит сейчас на нашем канале и и она как-то темновато немножко работает вот то что мы снимали в перископе таблеткой андроидной там лучшее развлечение на вытаскивает свет и вот там лицо говорящего лучше показано лучше видно четче чем например на камере лэптопа но самое лучшее у нас вышло естественно когда мы снимали наши вполне приличные видеокамеры на штативе так все культурненько и вот эту запись чтобы не вывешивать ее целиком и не создавать дубль того что снято было в ютюбе вот мы будем просто нарезать такие видеосюжетики вполне приличного качества и я прослежу чтобы там вот не было вот этой сутылки такой прямой трансляции а чтобы они выглядели больше как нормальные видео с вопросами так что я буду подбрасывать по чуть-чуть вот сейчас я перед тем как на работу поехать самое первое видео забросил там первый вопрос был о том что если обладатель грин карты где-то отсутствовал там какое-то время то вот нет ли с этим связанных проблем а проблемы могут возникнуть и вот об этом там как раз Светлана Кап говорит это первый вопрос я вчера порезал вечером 20 минут у меня камера пишет файлами по 22 минуты так она сама их разрезает организует и вот первый файл на первые 22 минуты я его порезал там по моему вопросов 6 небольшие там по 3-4 там по 5 минут разные вот и мне как бы тоже облегчение небольшое потому что как-то у нас темп такой высокий знаете мы делаем сотню сюжетов в месяц я себя периодически говорю там давай делайте там раз в неделю вот как люди делают некоторые и вроде и зритель есть и как бы и все у них путем а потом получается что невозможно потому что хочется об этом потрепаться и о том рассказать и вопросов много задают и и даже когда не задают то есть если я буду делать раз в неделю я уж тогда точно не смогу на вопросы отвечать вот поэтому только так а на болевшем что-нибудь нетленку такую создавать избранное да сразу писать избранное но как-то не не тянет меня на это дело поскольку мы с вами общаемся но так получается немножко односторонне я когда видео пишу я как бы так без обратные связи мгновенные обратные связи а потом уже в комментариях там как-то оно отзывается вот так что ну а для мгновенной обратной связи у нас есть youtube трансляции у нас есть перископ вообще житуха надо сказать разнообразилась в этом смысле так чувствуешь настроение такое хорошо от стресса так вот пошел в линию с народом потрепался вроде отдохнул я как-то раз был в командировке в Одессе нет неправильно было в Харькове это было в Харькове году так в восемьдесят не соврать пятом шестом и в гостинице там она была на двоих значит номер был на двоих какой-то одессит приехал такой парень молодой ну не знаю лет тридцати такой очень энергичный такой шустрый и он там шмотки свои бросил там что-то такой говорит ты там не болельщик я говорю да особо не это а чего он говорит тут есть в Харькове скверик один там собираются болельщики значит и побазарить там о футболе вот я говорю так незнакомые люди, он говорит, да, не важно ты идешь просто там, наорешься, накричишься руками, намашешься, говорит, и вроде как настроение, адреналин, значит, такой вот, и вот он ушел туда и, значит, там часа два махал руками, вернулся совершенно такой благостный, довольный вот как-то вот провел время не зря так что а у нас, видите, как у нас теперь онлайновые такие варианты значит, выходишь в перископ, там руками намашешься, наговоришься, там живое общение такая вот такая жизнь пошла, интересно я раньше все смотрел там, знаете, каждое утро поскольку я хожу обычно на блумберг так посмотреть, вот сегодня я что-то не зашел какие новости там, что происходит и все так за ценами на нефть наблюдал с интересом на этом а сейчас как-то уже они так-то туда-сюда туда-сюда, и как-то я чувствую энтузиазма меньше ну, какие-то цены на какую-то нефть ну, куда-то они там и вот как-то чувствуется что-то такое приелось 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 следить за ценами на нефть приелось следить за соотношением доллара евро, рубля там еще пара валют тем более я их там не покупаю не продаю мне это, собственно, что да приедается ничего такого не происходит фундаментального чтобы так вот переключиться и внимательно пристально следить то есть может оно происходит но вот приедается знаете как с другой стороны может и хорошо что не происходит а то какая-нибудь дрянь произойдет и будешь потом думать лучше бы было тихо так приеду так что-то тут странная машинка такая как-то не едет не стоит как-то так вот да может женщина за рулем не знаю а может и нет здесь надо сказать что люди из разных стран приезжающие они по-разному ведут себя на дороге то есть вот не только допустим мужчина или женщина по-разному реагирует но люди из разных стран вот например народ из Мексики это такие лихие мачо на дороге они хорошо водят то есть такие молодцом а вот например люди из Азии у них как-то другой типаж и они исключительно смотрят вперед вот то что слева то что справа то что сзади это как бы их не беспокоит во время движения или может быть у них не хватает как бы сказать такой гибкости я даже не знаю я в свое время пытался это объяснить тем когда впервые столкнулся что когда много-много поколений людей работают на рисовых полях и у них все внимание вот в том месте куда ты зернышко вставляешь вот он точечное такое перед собой ну даже не знаю а вот а мы-то мы-то привычные что могут и сзади стукнуть и слева и справа что лучше кого-то пропустить чтобы не создавать там варийную ситуацию то есть мы как математики такие на дороге решаем массу задач таких сложных вот а ребята по простому смотрят вперед и все вот то все что сзади его не интересует то что сбоку тоже не интересует им гораздо менее интересно мне кажется водить автомобиль у них все что происходит только впереди да ой бибикает вот бибикает тоже интересно есть люди которые когда слышен сирену какой-то бибиколку они думают может это мне и так начинают оглядываться не мне ли вот я такой может мне нет вроде ничего есть люди которые другой типаж они говорят ну понятно что не мне ну то есть ясно что я я же в порядке вот и есть на эту тему массу всяких историй которые случаются с разными ну новыми и не новыми иммигрантами вот так что стройка идет слушайте справа тут такие действия боевые вот так что а я что-то может мне вот видите ощущение вины постоянно а может это и еще что-то улица по которой мы едем я по ней езжу уже лет наверное двадцать с лишним туда-сюда и она меняется в лучшую сторону много лет не менялась вообще никак вот такая она старела старела ветшала ветшала так сказать паршивила паршивила можно так сказать а тут что-то такое знаете начали строить ну вообще когда экономика получше себя ведет и когда цены растут появляются желающие чего-нибудь скупить снести перестроить и вот сейчас много строительства идет со всех сторон наверное такой момент что ли я даже не знаю вот когда мы говорим про цены на недвижимость в Кремниевой долине это в частности приводит к тому что становится более выгодным с инвестиционной стороны вот что-нибудь такое замутить и сейчас очень серьезный ощутимый сдвиг мы видим в сторону строительства не частных домов а в сторону строительства квартир и таунхаусов причем такие знаете строят таунхаузики трехэтажные и я тоже будучи человеком постарше я с ужасом думаю блин это что же теперь тут на трех этажах не набегаешься по дому то то есть может быть молодым оно так как-то естественно они даже не заметят я не знаю но вот например в моем возрасте я думаю ничего себе тут такие странные машины а это бетономешалка я понял цемент бетон разливает значит и вот эта тенденция очень-очень заметная вот мы видим как сносят какие-то старые там гаражи или как сносят сейчас такая тенденция пошла еще мобил хоум парки сносить оказывается что многие из них находятся в очень прикольном месте сейчас очень ценном вот я не хочу отдельно в это лезть в эти дела но тут сейчас большие битвы идут за снос или не снос а мобил хоум парков потому что там пожилые люди с низким доходом зачастую живут и им просто некуда оттуда деваться и им там какие-то отступные дают там по 200 тысяч долларов выясняется что с отступными в 200 тысяч долларов им все равно деваться некуда на местности то есть надо куда-то совсем уезжать ну в общем такие проблемы и вот там городские власти изучают вопрос значит разрешать не разрешать а на этом месте хотят хилтон построить знаете снести мобил хоум парк построить хилтон и они даже говорят мы готовы построить там жилой дом и переселить туда всех вот этих вот кто ну в мобил хоуме там в мобил хоумах там этих вот живет мы для них сделаем субсидированное жилье только дайте нам хилтон построить ну как бывает да отдыхаем друзья отдыхаем расслабляемся и набираемся сил вот такой у меня призыв это мой девиз на сегодня счастливо счастливо и так и Продолжение следует...